я с утра на вокзале в малаге поеду в кордову так здесь у нас security контроль нужно пройти не успею кофе выпить надо идти на платформу привет привет дорогие друзья может быть кто-то в воскресенье отсыпается а я уже на вокзале в малаге держу путь в кордову где множество разных интересных достопримечательностей а меня особенно привлекает римский мост построенный римлянами во времена римской империи а это очередь на мой поезд там проверяют билеты на поезде часто к малаге и я уже в кордове несмотря на то что температуру обещают примерно такую же как в малаге здесь значительно прохладнее мне пришлось надеть пуховичок в поезде практически никого не было на весь вагон раз-два и общился пассажиров у меня здесь две основные цели я хочу посмотреть знаменитую мечеть и второй у меня пункт римский мост как-то волнительно думать что сохранились сооружения построены еще в сотом веке нашей эры я ожидала встретить уточек здесь живут голуби вон они домики для голубей какие-то особенные белые голуби он там подальше сизые апельсиновые деревья но собирать урожай не стоит они декоративные может быть из этих апельсинов они горькие может из них можно сварить варенье но кроме туристов навряд ли кто-то будет собирать эти апельсины стариной далеко идти не пришлось это ворота альмадавар пуэрта де альмадавар эти крепостные стены были сооружены еще в начале нашего века но современный вид относится к 14 веку эти ворота служат проходом в еврейский квартал кордовы это одни из немногих сохранившихся въездов в город евреи жили в кордове еще во времена римской империи и особого расцвета еврейская община достигла во времена мусульманского правления в 1492 году католические короли изгнали всех евреев не принявших католичества а через 500 лет испанцы решили восстановить историческую справедливость и разрешили потомкам евреев сефардов получать испанское гражданство после двух лет легального проживания в испании ну как говорится лучше поздно чем никогда сейчас я иду по улицам старого еврейского квартала но в синагогу одну из самых старых в мире не к сожалению в этот раз не удалось попасть но я надеюсь приеду весной и посмотрю все что не успела в этот раз покидаю старый город через те же ворота альмадавар я спешу посмотреть мечеть и римский мост я у цели мечеть слева поднялась на смотровую площадку чтобы полюбоваться городом сверху справа виден римский мост кордова появилась как римское поселение и уже к десятому веку превратилась в один из важнейших городов европе кордова появилась как поселение еще до нашей эры и к десятому веку город превратился в один из важнейших в европе это знаменитый римский мост пуэнте романа хотя построили его первом веке до нашей эры современный вид он приобрел уже в десятом веке после завоевания города макры с 2004 года мост является пешеходным в воскресный день как видите здесь оживленное движение макрым макрым Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я приближаюсь к воротам Пуэрто-дель-Пуэнте, когда-то служившие главными воротами для прохода через городскую крепостную стену. Сохранившиеся до наших дней ворота восходят к XVI веку, но ворота здесь были еще во времена римлян, а остатки старой крепостной стены видны справа от ворот. Ну красавчики же! А теперь я направляюсь в мескиту, которая известна также как Кордовская соборная мечеть. Именно этот архитектурный памятник представляет себе большинство туристов, когда думает о Кордове. Как и сам город, мескита прошла через череду изменений. Она была построена в VIII веке в качестве мечети, но после христианской реконкисты XIII века была превращена в собор. В результате здание представляет собой смешение элементов, свойственных для христианства и ислама. Сейчас этот объект цимированного наследия ЮНЕСКО является одной из самых посещаемых достопримечательностей в Испании. Апельсиновый дворик, патио Белос Наранхос, окружен ароматными апельсиновыми деревьями. Здесь верующие мусульмане некогда проводили омовление. Мескита, кафедральный собор и бывшая мечеть в Кордове – это совершенно невероятное грандиозное сооружение. Это главная достопримечательность Кордове. Субтитры создавал DimaTorzok Это главная достопримечательность Кордовы. Ежегодно ее посещает полтора миллиона гостей со всего мира. Это одно из 12 чудес Испании. Самый посещаемый памятник Испании. Площадь комплекса 25 тысяч квадратных метров. 856 колонн, выполненных из мрамора, граниты, яшмы и оникса. Как и сам город, мескита прошла через череду изменений. Она была построена в VIII веке в качестве мечети. Но после христианской реконкисты в XIII веке внутри мечети был построен католический собор. В результате здание представляет собой смешение элементов, свойственных для христианства и ислама. Собор действующий. Здесь проводятся католические служения. Я уже успела посетить оба объекта, которые у меня были просто must-have. Это мечеть, мескита. Огромная, потрясающая, просто шедевр архитектуры. И римский мост. Он называется так, потому что построили его римляне. Хотя я немножко разочаровалась. Я ожидала, что римский мост будет иметь римское покрытие. Но, к сожалению, уже со временем это покрытие здесь заменили. А я где-то в Испании видела мост, по которому римляне ходили. И там еще сохранилось такое каменное булыжное покрытие. Здесь уже просто какими-то плитниками заложено. Но все равно впечатляет. Мне нравится, что здесь много парков. Вот я чуть-чуть отошла от старого города, от Медины, где там все туристы кружат. И здесь замечательный парк. И просторный. Много скамеек. И можно спокойно сидеть. Здесь есть место для всех. В общем, мне понравился город. По городу ходит огромное количество туристов. Заметны китайцы, итальянцы, французы. А вечером я пойду опять на этот римский мост, который у меня такой вызывает почти религиозный трепет, когда я думаю, что там ездили римские колесницы и маршировали римские легионеры. Говорят, что в Рим иногда приезжают, и там люди сходят с ума от осознания, что здесь вот еще до нашей эры какая существовала цивилизация, что они могли создать. И люди едут кукухой, так же, как и в Иерусалиме, когда говорят, ааа, здесь же он ходил. И у людей крыша съезжает. У меня крыша не съезжает, но тоже вызывает все это душевное волнение. Это дом Салья. Бей, 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 бей. Лопези. ¿Cuántо сален, по-бей? Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавились и спели, и сплясали здесь незнакомому человеку, веселые, довольные жизнью. Добавились и спели, и спели, и спели, и спели. Субтитры сделал DimaTorzok Чао!